Здравствуйте дорогие друзья! Меня зовут Юрий. Я являюсь экспертом по продаже, ремонту и обслуживанию бензоинструмента. Сегодня я хочу рассказать вам по поводу бензокос, триммеров, травокосилок и тому подобного инструмента. Вашему вниманию предоставляю две косы. Поближе пожалуйста. Это первая коса фирмы SD Master. Вариант китайский, бюджетный. Для такого домашнего использования, когда не надо слишком большие объемы обрабатывать, она вполне подойдет. И второй вариант, уже более дорогой, для требовательного частника, так его назовем. Это фирма EHO. Японская фирма. Газонокосилка подходит уже для более серьезной работы, для заготовки сена, для обрабатывания больших поверхностей. Как выбрать косилочку? Если у вас приусадебный участок, дача, небольшой огород, общий периметр небольшой, вам в принципе подойдет даже вот эта вот китайская коса. В чем у них основные отличия? Это ресурс наработки, качество деталей, из чего они сделаны. Соответственно, у китайской нашей косы ресурс небольшой, примерно 150 моточасов, ну может 200, чуть побольше. Это при условии, если вы все делаете правильно. То есть, правильно разводим масло, правильно проводим работу и все такое. У японской косы, конечно же, ресурс побольше. В среднем это 800 моточасов, опять же, при условии, что вы все делаете правильно. Правильно обкатали, правильно разводите масло. Начну, пожалуй, вам рассказывать с китайской косы. Собрать ее, в принципе, не сложно. Вы покупаете там, соответственно, одна или две коробки, она в разобранном виде. Собрать ее не сложно. Прикручиваете палку, штангу, ручки собираете и, соответственно, кожух. Косить можно леской, можно косить ножом. На всех косилках, на которых прямой вал и на конце имеется вот такой вот редуктор, вы можете использовать и катушку, и, соответственно, использовать нож. Сейчас покажу вам ножик. Вот. Вот он нож. Об этом я расскажу чуть попозже, более подробно. Значит, что у нас с двигателем? Первое. Двигатель обязательно надо будет обкатывать. После того, как вы купили новую косилку, там все детали не притерты. Чтобы двигатель правильно обкатать, нужно давать ограниченную нагрузку. Многие люди неправильно думают, что надо давать на холостом ходу, поработать ей несколько там, бак, два бочка, неважно. Это большое заблуждение, это неправильно. После такой обкатки коса как минимум потеряет половину своей мощности, заявленной в паспорте. А то и вообще может прийти в негодность. Значит, как правильно обкатать? Вы после того, как собрали, заправили, начинайте работать. Работаем просто в ограниченном режиме. 10 минут косим, 10 минут она у вас отдыхает. И в таком режиме хотя бы 3 вот этих вот бачка. Полный его заправлять не надо. Заправляем примерно 2 третьих части, потому что иначе у вас начинает через пробочку выливаться. 2 третьих части. Теперь по поводу заправки. Заправлять как в эту, так и в эту косу чистый бензин нельзя. Бензин обязательно мы разводим. Разводим его с маслом. Вот продемонстрирую вам. Уже разведенный бензин. Пропорция следующая. 25 мл на 1 литр бензина. 92 обычного. Не пульсара. Потому что в нем всякие добавки, этого не надо. Обычный 92 бензин и двухтактное масло. Масло двухтактное всегда цветное. Оно может быть зеленое, может быть красное. Это не столь важно. Видите, бензин он подкрашен. Это для того, чтобы вы уже видели, что вы бензин развели. Соответственно, больше вы его разводить не будете. Это уже вам видно. По поводу заводки. Заводятся эти косы по-разному. В китайской более сложная процедура. Заправляем. Я много заливать не буду. Залью немножко. Чисто, чтобы ее завести. Вот, заправили. Включаем зажигание. Вот у нас кнопочка зажигания. Выставляем пол газа. Это нажимаем оба курка и фиксируем их вот этой маленькой кнопочкой. Все это делаем только на холодную. Когда вы запускаете ее на холодную. К примеру, утром вышли, вам надо начать работу. Вы нажимаете оба курка, блокируете их маленькой кнопочкой, включаете зажигание. Здесь вот снизу находится резиновый праймер подкачки топлива. Его накачиваем до тех пор, пока уже вы не ощутите, что в нем бензин. Это очень хорошо ощущается пальцем, вы прямо его чувствуете. Вот с этой стороны, покажите, пожалуйста, есть такой рычаг, который нам закрывает заслонку. При запуске на холодную, его обязательно нужно закрыть. То есть, вам его надо перевести в верхнее положение. Вообще, здесь на всех косилках нарисовано, куда и чего делать. Вот, вам надо закрыть на холодную. После этого вы ее прижимаете, чуть-чуть подальше. Прижимаете и делаете такую вот натяжечку небольшую. Это делается для того, перед рывком, это делается для того, чтобы стартер вот этот у вас не вышел из строя. Там очень все сделано, так сказать, хрупко. И если это все рвать резко, оно разбивается. Прижали, сделали натяжку и лишь потом делаем рывок. После этого, как она запустится, вы берете ремень, пристегиваетесь и, соответственно, начинаете работу. Все вот эти настройки можно провести индивидуально для себя. То есть, можно ремень подвигать, чтобы было более удобно. Можно ручки подвигать. Также их можно понаклонять. Это все уже делается под себя, когда вы одеваете ремень. Теперь вот опять же по поводу пильной гарнитуры. Вы можете косить катушкой, можете косить ножом. Используются вот такие два фланца. По поводу катушки. Сейчас вам расскажу, как ее заправлять. Чуть подальше. Вот. Здесь вот разные они, конечно, бывают. Но общий принцип у них одинаковый. Бывают два зацепа по бокам. Вы нажимаете. И она открывается. Бывает один. Вот в данном случае зацепа один. Мы его нажали. Поворачиваем. И она у нас открывается. После того, когда вы поработаете, здесь лески уже не будет. Леска вся вылетит. Соответственно, катушка будет пустая. Вам надо провести заправку катушки. А вы не знаете, как это сделать. Соответственно, работа стоит. Надо ехать в ближайший магазин, чтобы вам объяснили, как это все сделать. Вы берете 3 метра лески. Складываете ее пополам. Один конец делаете чуть-чуть подлиннее. Сантиметров на 5-7. Берем вот эту вот часть катушки. Здесь есть специальный зацеп, куда мы эту леску вставляем. Вставляем и начинаем наматывать. Наматывается она по стрелочке. Вот здесь вот стрелочка. Написано Винкорд. Направление корда. По этой стрелочке мы начинаем мотать. Сильно тянуть не надо. Без фанатизма. Но обязательно немножко подтягиваем. Иначе она будет спаиваться во время работы. И останавливаться. Перестанет выходить. Придется разбирать. Растягивать ее. Вот. Теперь у нас появились вот здесь два конца. Один длинный, один короткий. Длинный. Оставляем короткий. Вставляем в этот вот паз. Вот. И они у нас получаются практически одинаковые. Теперь их заводим. Один сюда. Один сюда. Вот эти вот катушки на самом деле очень сложные в плане эксплуатации. Поэтому гораздо лучше, конечно, приобрести катушки, так сказать, более чуть-чуть подороже. Но зато они профессиональны. Вот, кстати, как, например, на фирме Эхо. Сейчас мы посмотрим там тоже. Вот. Теперь из этих пазов она должна выйти. Вот. Иначе мы работать не сможем. Она здесь отломится и все. Выходить больше не будет. Вот. Вышла из пазов. Колпачок. Он может быть отдельно вот так, а может прямо вот с крышкой быть. Но это не столь важный момент. Вот. Теперь все пазы вот эти вот попадаем. Теперь, когда у нас установлена катушка, вы начнете работу. Соответственно, леска будет изнашиваться. Она будет об траву стираться. Или может вообще отломиться кусок. Вам что в этом случае делать? Чуть-чуть. На оборотах. Бьем вот этим пятаком об землю. Леска вылетает. И чтобы не было дисбаланса, чтобы вибрацию погасить, у нас вот этот отсекатель, он отсекет лишнюю, ненужную леску. И у нас получается ровный круг. Леска опять будет хорошо работать. Вот. Теперь по поводу ремня. Конечно, косилкой работать без ремня очень неудобно. Это тяжело. Устает спина, устают руки. В общем, это не рекомендуется. Поэтому в каждой косилке в комплект идет ремень. Ремни бывают разные. Бывает очень хорошая сброя, как вот, кстати, в данном примере. Китайцы молодцы. Очень хорошую сброю нам положили. Работать к ней будет легко и удобно. Как она вообще одевается? Бывает ремень простой. Вы его кидаете либо на одно прям плечо, пристегнулись, либо через плечо пристегнулись. Здесь ремень как бы на вид вроде тяжеловат, но так непонятно вначале как чего. Но на самом деле, когда разобраться, тут все легко. Одевайте его как ранец. Вот эта часть должна быть на спине. Одевайте его как ранец. Застегивайтесь. Здесь очень хорошая застежка. И все. Подгоняйте под себя все вот эти вот ремешки, чтобы у вас сидело все удобно, нигде ничего вам не давило, не сдавливало. И обычный карабин, который вы когда заведете, пристегиваете вот к этому зацепку. После этого можно работать. Откидывается очень легко от такого принципа ремень. Прям вот тянете за одну вот эту лапку. Хоп, ремень у вас растягивался. Возвращаемся к заводке и будем заводить. Здесь мы включаем зажигание, выставляем полгаза, накачиваем топливо, делаем зацеп, как я вам уже говорил, и делаем рывок. Сильно за ухо туда тянуть не надо. Где-то полметра примерно вытягиваем шнур. Чего мы сейчас ждем? Заслонка закрыта, воздуха нет. Получается, коса просто накачает себе бензина и заглохнет. Если быстро открыть воздух, она начнет набирать обороты и не заглохнет. Если же все-таки заглохло, приоткрываем и дергаем еще раз. Смотрим. Вот. Произошел пуск, но так как воздуха нету, она, соответственно, заглохла. Мы приоткрываем на середку нашу заслонку и повторно дергаем. Когда уже у вас запустилась коса, вы ее прогреваете несколько секунд. Не обязательно там минутами ее как-то греть. Нет. Вы в этот момент просто пристегиваетесь. Проходит время, она прогревается и начинаете работать. Косите всегда в полный газ. Почему? Если косить в половиночку, вы даете нагрузку приличную, вы ее в траву засунули, ей работать тяжело, вы полгаза ей дали, вот так пальцем, обороты маленькие, обдува никакого. Нагревается очень сильно цилиндр и, соответственно, может произойти повреждение его, могут произойти задиры цилиндропоршевой группы. Это очень дорогой ремонт. Поэтому косите всегда в полный газ. Немножко вам надо что-то подкосить. Полный газ. Так, мы произвели пуск. Теперь, как работать на горячую? Коса, допустим, вы покосили, вам в данный момент немножко не нужна или там надо ей дать остыть. Следующий пуск, когда коса еще теплая, то уже не надо вот этого делать. Не надо нам ни полгаза ставить, ни подкачивать там ничего. Нам просто достаточно включить зажигание. Заслонку мы опять не закрываем, она так и остается. И просто произвести пуск. И она у нас начинает работать. Вот, в принципе, теперь единственное, что хотел еще сказать, это по поводу режима вообще работы данной косы. Ну и такого плана. Это все китайские косы, которые, да и может и не китайские, но все косы, которые где-то в ценовой категории до 7 примерно тысяч, там 6, все работают в кратковременном режиме. Почему? Как я уже говорил, детализация слабая, может произойти повреждение. Какой это кратковременный режим? На время обкатки, мы запомнили, это 10 минут через 10. Первый пуск вообще можно поменьше, ну, в принципе, 10 через 10 нормально. Дальше вы поднимаете время до примерно 20-25 минут разовой нагрузки. Потом обязательно надо ее отдохнуть. Если этого не делать, прослужит коса меньше, по времени она полгода-год и капец ей придет, короче. И еще, здесь вот у нас находится воздушный фильтр. Воздушный фильтр у нас не часто проверяется, ну, примерно раз в два месяца. Если вы хорошо покосили, там знаете, что примерно нагрузку дали хорошую, конечно же надо его посмотреть, потому что все зависит еще от условий эксплуатации. Где эксплуатируете, потому что если пыльные какие-то там, или время эксплуатации, тополиный пух, к примеру, летит, да, это все засасывается, вот этот вот поролончик, это и есть фильтр, он начинает у нас зазаряться, воздуха поступает меньше, коса работает неправильно, и опять же могут пойти повреждения. Помыли его в обычной воде, с мыльцем можно, чуть-чуть можно скопнуть потом масло на него, и опять сюда установили, соответственно, только сухой. Почему нельзя мыть в бензине? Потому что, когда вы помыете в бензине, он здесь вытянется, станет, что зря, разбухнет, вот такая вся фигня получится, и вам придется новый покупать. Вот. Установили его на место, аккуратненько. И все. Итак, это все, что касается фильтра, бензокосилки. Теперь смазывается косилка, как правило, через бензин, весь двигатель только через бензин. Сюда вы никуда ничего не смазываете. И еще у нас есть смазывается, это вот этот вот редуктор. Он смазывается каждые 10 часов литолом, солидолом можно, или же специальной редукторной смазкой. Высокооборотистый, хороший. Вы можете использовать ее. Она тогда будет более долгое время работать, может до 15 часов. Вообще, каждые 10 часов сюда немножко добавляем. Откручиваем его, там ключик в комплекте есть. Немножечко сюда выдавили, закрутили, головку покрутили, открутили, еще выдавили, закрутили. Все. Через 10 часов смазываем еще раз. Каждые примерно 50 часов в косилке рекомендуется вытягивать вал, снимать или же вот этот редуктор, или же вот тут разбирать, вытаскивать вал и промазывать его. Каждые 50 часов работы мы, сервисники, рекомендуем это проводить. Потому что вал тут все равно стоит на втулках, через время смазка работать перестает и, соответственно, надо проводить смазку. Это будет лучше. С китайской закончили. Давайте поговорим про более, так сказать, серьезные косы, про класс фермер. Это полупрофессиональные косы, ну, в принципе, даже профессиональные, можно их к этому отнести. К ферме Эхо. Более профессиональным косам, которые предназначены для более серьезной работы, для заготовки сена, для обрабатывания больших поверхностей земли. Смотрите. Как я уже говорил, запускаются они немножко по-разному. Отличаются от китайских только тем, что здесь у нас нету установки полгаза. Запускается она без этого. Просто включаем зажигание. Вот она кнопочка. Вниз у нас будет стоп. Вверх это, значит, у нас включено. Опускаем заслонку с этой стороны, она находится вниз. То есть, это значит, мы опять же, как и там, перекрыли воздух. Сейчас будет карбюратор нам накачивать бензина. Соответственно, надо заправить ее. Многие производители привязывают свои инструменты к своему маслу. фирма Эхо, к примеру, или китайские не привязывают. Вы можете лить любое двухтактное масло. Я имею в виду, разводить бензин любым двухтактным маслом и работать. К примеру, такие фирмы, как Husqvarna, этого не разрешают. Вы должны обязательно использовать именно их масло, иначе они лишат вас гарантии. И в случае поломки ремонтировать инструмент вы будете за свой счет. Также снизу подкачиваем мы праймером подкачки бензин. Также мы прижимаем ее, делаем натяжечку и короткий рывочек. Слушаем момент запуска. Схватилась, заглохла, приоткрываем на середочку заслонку и снова дергаем. Коса завелась, мы переводим в верхнее положение, в рабочее. Она прогревается, вы также в этот момент берете ремешок, пристегиваетесь и начинаете, собственно говоря, Что хотелось бы сказать еще про кожухи. Когда работаете леской, неважно на какой косе, это может быть и китайская коса, это может быть любая другая коса, кожух, как правило, состоит из двух частей. Китайцы особо не заморачиваются, они на одну часть лепят сразу и отсекатель. Все остальные, более серьезные фирмы, кожух разделяют. Есть часть, которая идет под нож, то есть она будет маленькая, вот они защелки, застегнули, отстегнули ее, все, вы работаете ножом. Когда работаете леской, соответственно, эту часть снимаем, маленькую, одеваем маленькую, чтобы леска у нас отсекала. по поводу катушек. Конечно же, катушки на более профессиональных косах гораздо надежнее, гораздо легче в заправке и гораздо более практично, они долго служат. Также мы вставляем блокиратор, блокируем и откручиваем по левой резьбе. Здесь у нас нижний фланец, потом шайба, она идет с катушкой вместе. И вот как раз здесь мы можем увидеть нож, который двухсторонний. Так вы его поставите или так, это не важно. Он с обоих сторон идет заточен и здесь, и здесь. Точить такие ножи самостоятельно не рекомендуется, потому что вы при точке нарушите баланс ножа. Здесь вы сточете чуть побольше, здесь вы сточете поменьше. И в итоге, когда коса на больших оборотах, примерно 10,5 тысяч оборотов, она будет разбивать нам редуктор, так как балансировки нет, появляется более большая вибрация, работать неудобно, все это дрожит в руках, и мало того, это еще не безопасно. Нож может разлететься, часть ножа отколоться, куда-нибудь ударить по ногам или еще какого-либо прохожего. Накрываем вторым фланцем, закручиваем гайкой по левой резьбе, соответственно, вставляем блокиратор и ключиком подтягиваем. Здесь сразу уже верхний фланец идет с защитой, то есть гаечка не повредится, когда вы работаете, об землю она не сотрется, и вам легко будет потом открутить. На китайских, как вы помните, там идет дополнительно отдельная защита такая в форме шайбы, ее обязательно надевайте, не забывайте про это. По поводу катушек, как их заряжать, вот эти вот более улучшенные катушки, с ними заморочек меньше, здесь вот он один зацеп, вот он второй зацеп, они мягенькие, легко отжимаются, раз, открывается катушка. Лески, соответственно, здесь уже тоже не будет, она у нас закончится. Здесь уже пружина скрытая, то есть она никуда не улетит, даже если вы там бросите ее, или она как-то разберется самостоятельно. То же самое, отматывайте 3 метра лески, один конец делаем чуть-чуть подлиннее, пополам делим, берем катушку, вставляем в паз и наматываем по стрелочке. Вот она у нас стрелочка, точно так же по стрелке наматываем. Подтягиваем довольно прилично. Каждая по своей борозде, нельзя, чтобы они здесь перекрещивались, иначе она вылетать леска не будет, самостоятельно. Придется опять разбирать и перематывать катушку. Короткий конец вставляем, делаем оборот еще и вставляем длинный. Опускаем ее сюда, и теперь вот эти пазы мы должны вывести вот в эти железные ячейки. Раз. И застегнуть. Все, после этого катушка готова к использованию, вы установите, она сама леска еще потом подровняется, отсекатель лишнюю леску у нас отсечет. В принципе, работать можно любой косой. Главное, все делать правильно. Правильно обкатать. Эту косу тоже, так же, как и там, обкатываем 10 минут, работаем. 10 минут делаем перерыв. Это на время обкатки. После обкатки, соответственно, вы можете увеличить время работы. Японские косы могут работать по полчаса, даже больше, минут 40 без перерыва. Смотрите, на окружающую среду если слишком жарко, то такими, конечно, большими временными промежутками не работайте. По полчасика будет достаточно, 10 минут перерыва есть, чтобы она остыла и опять в бой. Вот. На некоторых еще дается вот такая защита. Это для транспортировки. Если вы куда-то будете ее перевозить, в машине, чтобы никого не повредить, не поцарапать и ничего нигде не порвать, можно одеть защиту на нож. Она уже, соответственно, будет предохранять нам от повреждений. Также воздушный фильтр проверяем. Вот он. То же самое моем его водичкой раз примерно в два месяца, если вы работаете довольно часто. Все зависит от условий эксплуатации. Если много пыли, много мусора, вы об этом знаете, то, конечно, заглядывайте. Основной момент это бензин. Хранить его долго нельзя. Развели, стратили, еще развели. Поэтому разводите в маленьких объемах, примерно, там, по литре, по пол-литре. Она, если у вас фирменная коса, она очень малая, использует, ну, бензина ей мало надо. Там, 300 мл бачок, по-моему, его хватает на очень много. Развели, стратили, развели, стратили. Только свежая смесь. Больше месяца смесь вообще не хранится. А в самой косе не хранится.